Сока против Муна посмотрим, а? Так, всё, я камеру поставил, видно? Ребята! Ууу! Hello! Hello! Так, локальную запись на всякий случай стыкну. Всем большой привет! У меня остатки чая. В перспективе очень интересные игры, потому что... Ну, потому что Сок, наверное, сейчас топ-1 Хуман. Мун, наверное, топ-1 эльф в мире. И будет на что посмотреть, будет чему поучиться. Жалко, что козёл, блин, вот козлы меня уже поддостали немножечко. Когда уже эта козлиная мета уйдёт? А то бегает он, что-то приказывает и говорит. И Рен Симба недовольна тем, что ты не блондин. Да, да, да. Да, это... Это я видел клипчики. Она косплеила прекрасно. Опа! Вот это фишечки от Сока. У-у-у! Кто добил? Архмаг добил. Но выстрел был очень хороший. Мог козёл прийти добить черепаху. Представляете, здесь Сок грамотно не стал наносить этот критичный урон. Последний. Но элементали всё-таки забрал. И второй уровень получил. Какие игры посмотрим? Ну, похоже, мы посмотрим полуфинал и финал. То есть сейчас параллельно Чаймика играет с Лалайтом и Мун играет с Соком. А потом победители, собственно, с победителем. Немного игр, но зато, ну, как бы плей-офф это... А не другие герои. Я спрашивал у Фоги касательно игры через ДХ, фокусство в нынешних реалиях это тупик. Может быть. Может быть. Ему это точно виднее на практике. Сколько лет Дима был в мете? Ну, сначала Рока. Там разные, конечно, герои использовались, потому что там Мунба была дикая. Ах, как он добивает! Он добил черепашку реально сейчас. Мун. Ну и вообще до конца. Наверное, до вот последних патчей, которые Козла ввели. Так Диму можно было увидеть в любых мэтчапах первым героям длительное время. Козел на охоте. Очень хорошо подрезает. Уже получается второго футмена. Даже потратил прикопку вторую, чтобы этот футмен не ушел. Лет 15, получается, в сумме. Даже после того, как ему порезали сосман и здоровье 3 с 30, он остался медь. Ну, Берна мы подрезали еще в конце Рока, кажется. Ну, то есть, в течение первого года после запуска игры. Признайся, ты просто хочешь, чтобы все играли через Варю? Не-не-не, Варя такая. Она очень, очень хрупкая, тонкая. Такой и должна оставаться для баланса. И так ее хейтят на некоторых картах. Классно раздельный. Да ладно! Арктонс поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает всем хорошего настроения. Спасибо, Арктонс. Кстати, у меня есть новости и нужна будет ваше мнение. Потому что Савелий сегодня предоставил макеты четырех футболок новых. И я не могу скрыть приятное удивление. Вот. И наша задача будет посмотреть, оценить. Это пока что эскизы, черно-белые, но самая главная концепция уже понятна. Так, а в это время ну, эти футболочки мы сделаем просто к стримфесту, который вот будет. Почему Арктонс пришел, закинул, а я же знаю, что Арктонс скорее всего на стримфест придет. Вот. И все, у меня сработала связь такая. Кипер третий. Выбираю вариант 2 и 4. Оба дня планированы отлично. Хорошо. Ай, недоконтроливает Мун. Луна, как говорится, нестабильна. И этот висп, казалось бы, мелочь, да? Но он получает критичный вот этот вот третий уровень. Получает и... Блин. Снова прикопка. Выскочит слева же. Нет, уже не выскочит. Справа выскочит. Господи, какой, какой конь бешеный. Да просто атаку или Ментали или кого-то еще. Не знаю. Диспейлит. Да, и Лемов просто. Это, это экспа халявная. Даже это плюс, что отсюда Архмак не уходит на телепорте, на мой взгляд. Он просто сейчас кормит козла. Я понимаю, что это не совсем типичная ситуация, но он реально кормит козла. Арчи заоблочили все и... За элементали там 67 дают. Вот трех элементалей убил, первый уровень получил. Он был там третьим, сейчас почти, ну, понятное дело, что там разница больше. А видите, Арчу не смог спасти, потому что ее сложно выделить за деревом. Просветка. Правда, выигрывается время, и в этот момент Маутан Кинг качается. Но в любом случае здесь должен, должен Архмак уходить на телепорте. Как он отсюда вообще? Маноберн не жалко, потому что мана все равно срегенится, а вот прикопку не тратит. Какой Мун слабый, говорит Доруда. О-о-о-о! Мун слабый! Да, я вижу, что желтый товарищ, но, блин, по такому тонкому льду. Привет, Бамонда Гейм. Мун уже не тот, конечно, не тот, он сейчас лучше играет, чем когда-либо. 57, 57 эксп. 42, 57. Да, может быть, 57. Не, ну как можно гнать на Муну? Понятное дело, что он нестабильный, но все равно это самый сильный сейчас игрок за эльфов в мире. Да и вообще долгое время он был самым сильным игроком за эльфов в мире. когда даже Дэдмон был в топе на пике. Ну, когда Дэдмон был на пике, это был 2005-2006 тоже года. Мун-то приезжал на ВЦГ и катнул его 2-1, что ли, или 2-0 даже. Помните, там буллет устроил привез кореец на финал ВЦГ российского. Ладно, в это время на самом деле серьезные проблемы у Муны из-за того, что прекрасно прокрепился сок, у него сейчас будет 3-го уровня уже МК, у него отличные артефакты. Здесь наверняка это став. Став наверняка не! Ладно, ребят, но вместо того, чтобы ставнуть его, козел побежал вплотную, где ими мискликнул Мун. Луна нестабильна, все это знают. Луна нестабильна. Его сейчас убьют. Что? Что? Немного фоги. Да, тут привкус Соника появился такой. Уже эльфы. Ну вот, это вот такая амплитуда опять же. Ставнуть, ставнуть героя не может. Его бьют там 5 секунд, он не может ставнуть героя. Ё-моё. Став не на КД был, все было. Став есть. Но он не должен был там находиться, если бы у него не было став. Он сейчас, все, его тут на базе и примут. МК третьего уровня с отличными, повторюсь, артефактами. Мана у него бесконечная. Магазин минус. Рифлопушем просто пришел, убил. Офигеть, вот сок молодец. Как в лучших традициях ская, да? Криппинг, криппинг. Там, где надо, агрессия. И таймингово приходит и убивает. Медведи подставляются. Мастера как раз вот чуть-чуть, пришел чуть-чуть до появления мастеров, тоже по классике. Пытается отбиться, медведь подставляется, Арчи старается. Там такой лимит, тут 40 против 50 просто. Падает первый райфл, но в ответ убивают Арчу и делаются вышки магические. Да. Выбегает Дима и такой, а на базе уже половина базы нет, вышки достраиваются и он смотрит с укором на козла, типа, ну какого хрена ты мне не ставнул, а? Он бы все это время мог бы... По классике, кстати, брекер еще должен бежать сюда. Один. В общем-то не бежит. Видимо, для того, чтобы присты выполняют эту роль. Вообще, вот такого не должно быть, когда Блэйдмастер, в смысле Блэйдмастер, Демон Хантер в Риджуве выбегает вперед и ему никто ничего не делает. У Эмки маны нет, но есть бутылка огромная. Я думаю, что он будет оставаться здесь, выпивать бутылку. Да ладно, еще Мун здесь отбиться может? Я не поверю. Я не верю в это. Магическая вышка обезманила козла. Ой, козел нет! Такая подстава! Он ждал, когда будет использован стаф Маутен Кингом. И после этого выпил маны и убил Дима за счет Коварен, сок. Ой, Коварен! Козы кричат, Арчи в рассыпную. Молотки летят на оставшуюся ману, убивая еще одну Арчу. У Муну по-прежнему 39 лимита против. 45 Усока. Ты не веришь, что эльфа имба? Ну, сейчас с медведями, кстати, отбиваться значительно проще стало. Вы видели? Выходит Мишка, делает Риджу Ф1, Риджу Ф2, форму и погнали. За 250 голды у тебя там 4 бутылки жизни получается. Ну и юнит еще. А еще он может сделать ррр. Да. Не могу я скрыть чувств в сожалении, когда вот эльфийскую вот так вот базу рифлопушем убивают. Сам 100 раз туда ходил. Ну, в смысле, оказывался на таком месте. Мало приятного. И все, уже и Мунвелов нет, и Сапплай Блок у тебя, и надо отчаянно вы Риджу в диспеле. Тысяча 40 пришла, начинает уже это самое слоу кидать. Свиток лечения есть, МК, молотки налево-направо раскидывать. Никто его остановить не может, потому что Демон Хантер в очередной раз отдыхает в таверне. Да, он сейчас выйдет, но как раз молоток... Там был... Откатился, кстати, молоток. Это ошибка Сока. Погрязает в армии. Просто погрязает в армии сейчас. Да. Бах. Наконец-то я попал на Хумов. Да, ты попал настолько на Хумов, что, может быть, у нас будет Мирор Альянсовский, если там не справиться еще. Так, друзья, я, наверное, не буду пока вам показывать макетики. Пока не буду показывать макетики. Давайте соберемся. После этого матча нужно будет посмотреть, выбрать, проголосовать. Не факт, конечно, что мы именно эти и выберем, но нам интересно ваше мнение. покажи лучше Диабло. Не-не-не, все, я умер. До следующего сезона как минимум я туда не ногой. Когда будет стримфест? В каком городе? В Москве? 15-го, 16-го, кажется, июля. Все, никогда-то запомнить не могу. Ссылочка есть у меня в описании в канале, должно быть. Вот. 17-го, 18-го. Мун уже 0-2? Не, я надеюсь, это первая была игра и они не стартанули до положенного срока и сейчас появится, там Хэппич играет с фокусом. Это, видимо, все ладерные игры. Просто сегодня турниров, как таковых, особо нет. Собственно, VGL и 2 на 2 Open Cup. О-о-о-о! 2 на 2 Open Cup? 1 команда все еще участвует. 70 евро! Где Абвер? Где он? Мистер Виннер будет играть. Не, забейтесь тогда, тут без шансов. Уходим. Мистер Виннер, кстати, стримит сегодня, сутрится. Не пойму, у Майкера сообщения семьяков не отображаются, отображаются, а что? А, там был вопрос, когда сок успел стать лучшим хумом. Просто ты писал во время игры, они не все успевают читать во время игры, особенно там штурм базы идет, все дела. Инфи ушел в инактив где-то месяца 3 назад, стримить стало и все. Тяж вроде как тоже. И на VGL они не собираются принимать участие. Легчайшие 70. Блин, 70 евро. Угу. Ну, ждем следующую игру. А вот она есть. Вот она. Давай, Мунчанский, не подведи. Я же ради, во многом ради того, чтобы посмотреть, как как он играет при шоу, а не для того, чтобы смотреть, как как став и он не делает героев ключевых. Фогич, штавт не покупает ранний. Мун покупает став, но не пользуется им. Эх. Блин, ты сейчас начинает меня терроризировать. Здесь бестмастер будет у нас, да? Мун любит играть в беста тут. Потому что бест достаточно агрессивен. Он заставляет зачастую хуманов пересматривать свои планы на постановку экспанда. Так как лагерь наемников, так как контактная такая карта, ну и немножко беста апнули. Медведь подешевле стал на вызов. Получается сложновато контрить его. Даже с учетом того, что есть режиссерсных троллей, все равно маны тебе не хватает на весь этот зоопарк, который вызывает бестмастер. Как ценивайший уровень игры Титана, когда он был на пике в Warcraft 3. Он был на уровне Дедмана. Он был одним из лучших. По контролю даже превосходил иногда Дедмана. Но был тоже нестабильным. Плюс у него были ограничения, так скажем, ростовские, назовем их так. То есть да, он играл в батлнете, но одно дело играть там на пинге 80+, старый пинг 80+, другое, когда у тебя там десятка, пятнашка или вообще лан московский какой-нибудь. А так да, он тот же еще псих был. Харасящий футмен, посмотрите, очень-очень бесячий. Приходится и крепиться, и при этом вот смотрите, Сок даже не стал ставить базу сам, а Мун базу поставил, и это очень странно. И Сок еще выкупает тролля. Ой, это минус Мун. Ну, это минус экспант, как минимум. Ну, как так можно? У него есть лимит, у него есть деньги, он должен выкупать, а он не выкупает. Все, сейчас с таким зоопарком можно будет абсолютно спокойно защититься. Третий архмаг рабочие получили. А у Муна третьего беста пока нет. Немножко нужно, но не хватает все равно. Но почему-то, почему-то Сок при этом решил отступить. Он подбежал, видимо, проверил, что здесь ничего не крепится, но он не сделал разведку, он не видел, что здесь база строится. Это очень грубая ошибка, к сожалению. Для тех, кто болеет за Сока, прям траур. Тролль пытается. Очень жалко тролля. 200, он уже никуда не уйдет, естественно. И бестмастер идет в атаку. Тоже не совсем понятно зачем. Разменяться пока нет нормального диспейла. Трисандра Михайловна. Отвлекает меня кит. Кого убили. Мун вообще контролит как не мун. То есть он потерял на ровном месте арчу, он потерял троля. Там вард поставили, еще одну арчу убили. Урчу. Да, он убивает футмена в том числе. Но ему-то попроще со свиньями футменов убивать. Да, и сок тоже какой-то как будто они реально проснулись вот только-только. Хотя в Корее это сейчас уже вечер, наоборот. У нас с ними какая там разница. Часов то ли пять, то ли семь. Пять, кажется, с Китаем. Скорее должно быть больше. То есть они точно там уже давным-давно проснулись. Орион говорит, что пять, пять-шесть часов. Скорее пять-шесть часов. Точно? Хантерс Холл не достраивается. Очень важный момент. И виспы страдают дико. Еще виспа отдай. Не, не отдает. Молодец, контролем. бисмастер возвращается. Какая-то очень аркадная игра и со стороны одного, и со стороны другого. В Корее сейчас 8.30. То есть шесть часов разницы все-таки. Ну Муна есть преимущество за счет экспанда. А что по лимиту 23-37? Понятненько. Растеряшка. Все видишь, что там база. И чудо. Которому медведя вызывать же сразу надо. Блин, все так контролят. И сок тоже не попытался добить огра этого большого. Большой медведь. 900 хп 30 милишного урона. Погнали. О, мать перемать. Да, что-нибудь бахни. Я, кстати, в ванной все сделал. Тебе понравится. Сам собой рад. Горд. Что еще раз? Уже боюсь. Так, ну что, Бладмейдж, конечно, тут нам испортит жизнь, потому что бестмастер без маны это не очень полезный герой. Но Нагу берет Мун для того, чтобы этот сложный период пережить. Опять же, если у противника нет базы, ну и учитывая то, что сок играл в рифлопуш в прошлой игре, сейчас по сути нужно кое-как в лорнице выстроить, кое-как. Строю лорницу, уже поражишь. Спорим, сейчас лорницу будет здесь строить. Он занят, он крепится. Очень нужны лорницы, друзья. Хотя бы одна. Ну или жить на на закупе в лагере наемников. Возможно, лорница ошибка, кстати. А потому что сейчас вот сейчас нужно отбиваться уже. То есть нужно выкупать в лагерь наемников людей. А как тут отбиться? Ополченцы идут, минус райфлмен, Арча умирает. Беснаб можно окружить, кстати. Илнаги высасывает. Сейчас, сейчас закупит, просто он законтроливался. Сейчас закупит, увидите. Совсем, совсем скоро. Закупил тролля. Как же тяжело Мунчанскому. Бладмейдж очень хорошо давит. Базу не дают поставить. Он понимает, что он это не отобьет. Но он столько всего нарастерял. Блин, такая кривая игра, я думал, ну все, это ВГЛ, там топ в плей-офф, там хоть призовой символический, но за финал там можно будет посражаться. Сонные какие-то корейцы или немотивированные, я уж не знаю. Телепорт на последних, минус тролль, минус райфл, диспл, диспл. Я не знаю. А, Хантерс Холл не отстраивал заново. А-а-а. У него нет Хантерс Холла, извините. Сложно так Долорнице построить без Хантерс Холла. Все, дает экспант. Безусловно. И остается с Нагой и с Бестмастером в лейт игре. Интересно, почему сок не бахнул сразу экспант там? Потому что у нее леса нет. И тут же лесопилочка такой Тик-тик-тик-тик Грамотный, молодец Короче, у Соко 45 У Муна 40, но это лимит такой У него смотреть больно Он пытается восстановиться, делает магас С таким лимитом разве что Крепиться можно быстро Выбивает артефакт Получает второй, скорее всего Ну тут флэмстрайк нужно делать Против такого количества арчей Диспл уже у престов есть Что делает, конечно, бестмастера Очень, 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 очень неполезным И Муна просто сливает 0-2 Господи, Муна, что это? Что это? Ну как это? Я хотел в финал посмотреть Ну как он не стафает, не контролит, отдается Без разведки делает нычку Ну ладно, это еще можно было сделать без разведки нычку С бестмастером-то Вот с бестмастером как раз такая же логика, что и с кипером То есть у тебя преимущество на старте есть хорошее И ты можешь его укрепить экспандом Ладно, давайте к хорошему А хорошее это эскизы, которые сегодня Савелий прислал Предлагаю вам посмотреть на них Это эскизы футболок Мы выберем парочку из предложенных пяти И сделаем специально на стримфесте Внимательно, я не буду ничего комментировать Это первый, это второй, третий, четвертый, пятый Welcome Я пока создам голосование Какой вам нравится больше? Мяу, мяу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Погнали, голосуйте Я так и знал Хотя недооценил упырей Важно, я не знаю, несколько вариантов Да, и так сойдет Итак, упырь и щегол Щегол пока на третьем Щегол на третьем Окей И так сойдет раздельно, что должно быть написано? Нет Так это в этом и смысл Ты На шаг вперед думай Это фишка Так, хорошо Он к тебе будет подходить и говорить У тебя неправильно И так сойдет А? Все хочу, говорит Да, я тоже думал, что будут брать даже по две Вместе Раздельно И так сойдет Ну это опять же эскизы Это черно-белые варианты Они будут цветными Через дней пять Молодец, Савелий Савелий это сделал за день, за два Представляете? Подумал, накидал Mortal Kombat Потому что у нас одна из грани будет МК Она такая Вот Более или менее сойдет Да-да-да Более или менее Но у Пыря нужно будет доработать Потому что он сказал, что над образом не работал Через приложение не проголосовать Так, а что у нас там со вторым матчем Со вторым полуфиналом Он А, они Бо-5 играют Ребята, сейчас Мунзи комбэчит Скриньте У них Бо-5, а не Бо-3 У-у-у Все Что я переживал? Так, надо как-то будет еще результаты голосования Савелию скинуть А я лучше его приглашу в чатик И вы сможете с ним еще пообщаться Так, погнали В этот раз я буду смотреть от лица Сока Потому что, ну что-то должно поменяться, да, в этой серии Для того, чтобы Мун взял Но смотреть за Мунзи Не-не-не-не Типа мы играем за Хуманов Против Дисбалансных эльфов И типа ничего не сделать Ничего не сделать Мне кажется, за упырей голосовали все те, кто голосует за упырей А не те, кто будет выбирать футболки А, понимаю, голосование, конечно, ничего не решает Ничего не решает, я так и сказал Я так и сказал А если не закомбетчат Ну, значит, не получилось Не удалось Другой раз Идем мы, в общем, ставить базу В это время подхорошиваем еще врага Отвлекаем козла Кентрия А здесь виспов не хватало явно Ну, короче, Мун опять фигню делает Приходит, черт знает когда Кого ты собрался диспелить? Еще через 5 минут сюда приди Диспелить элементарий Ну, ё-моё Ну, кто так строит вообще? Ну, что это такое? Виспы должны Вот он двух виспов сюда вел Для того, чтобы все были коцаны Для того, чтобы элементарий задиспелить Для того, чтобы здесь рабочие Все красные В страхе убегали И козел всех их убивал Не для того, чтобы двух рабочих убить Для того, чтобы убить 4-5 рабочих Ё-моё Вышка делается Что приказа? В Корее погода хорошая Мун уже на шашлыках одной ногой Асок гоняется за рабочими Ой, козлик зашел Ой, козлик Ой, опасно Ну, прикопай хотя бы одного Жду приказа Ваши войска атакованы Чё, бегал? Чё, чё, чё Блин, не, не, кажется Я, я не понял Не, он забежал Явно не хотел телепорт отдавать Но он бегал долго И довел Своего козла До состояния Что на персонал Какие-то и не идешь И Ну, я Пфф Да, ваше высочество Это топ-1 Альф Мира Но тебя он котнет И всех остальных С большей вероятностью тоже Но Может реально он уже Все Пятница Пятница вечер Я не понял Базу напрячь ему не получится Он ответную свою ставит Крепится И мы тоже должны крепиться Потому что сок Мало того, что Ставит экспант более ранний Еще и в агрессию идет Мун, естественно Не контролит виспов Давай еще этого отдай Нет, не отдает Что, в 3-0 отлет? Там деф есть, интересно? Дефа не вижу Очень много беготни Кипер третий У-у-у-у Вторая прикопка пошла Где виспы? Чтобы отдиспелить элементарий Нет виспов Падает 1 фут Падает 2-й Как минимум 3-й Но по сравнению С Отмененной базой Это, конечно Не серьезно Сейчас еще 1-го 4-го 4-го Убьет Минус арча Артефакт еще подрезан Нет, сок очень В хорошей форме Я не видел давно Чтобы так играли за Альянс Фанат 55 Это очень странный вопрос Если и да То мне это неизвестно Может подсовывали так Но в Китае я был Несколько раз Мод же темный эль Да вот это уже не вырубится Что это такое вообще Да, давай трехвиспов на Элема Персоналочка Прикапывать Элема надо Прикапывать Элема надо Видимо у него КД был на прикопку Один архмак Не справится С лорницей Хорошо И у них нет пинга Они играют Корейские хосты Здравствуй, Роуч Чуть бараком не добил Видели? Дерево уже Намеревалось Последний этот удар И только арчи Нанеся нормальный урон Что явно здесь Мун не контролил Мог добить Элема Странно Сок мог добить Элема Да, у него была возможность Ну он все вкидывал В лорницу Но было понятно Что лорницу он уже не убьет Ладно Кипер Кипер бегает Дефенса нет Это значит Что здесь футы Отдадутся все Учитывая Две дриады И прикопку Вот это Забегание для сока Может Может Дорого обойтись А потому что Опыт уже Опыт в панду идет А не в А не в козла А панда Близкая к третьему Это очень опасная панда Арча умерла К сожалению Все таки Стафа у нас нет Магазин мы не построили По таймингу Магазин поздний Вторая лорница здесь Минус три фута И в целом В целом Я не хочу этого говорить И не буду Потому что Все равно у Муна Нет экспанда И время работает Против него Дорода говорит А Все понял Зафиксировали Зафиксировали Состояние Мун мог Второго элементали Добить Какого второго Когда у него Лорнинс убивали Так там Умерли Оба вроде А там один Элементаль был И он умер от прикопки Видимо Про другого говорят Рифленого Подрезаем Хорошо Давай Давай Мочи Альянс Не хочу 3-0 Архмак уже почти Прописался на базе Достал Дед Даже дерево Игнорирует Смотрите Ему все равно Вообще 200 хитов Минус Так Ну здесь Стараемся Да Пытаемся Что-то делаем Веспов Опять уводим Павел 127 Кубеляк Щегол Привет Добро пожаловать На ГГ А где диспл Есть диспл Хорошо Я уже думал Что не было диспл И что делать дальше Либо мы С медведями Пытаемся штурмануть На это чушь Потому что Видите как грамотно Застроился сок Тут две вышки Стеночка впереди То есть нужно Ставить догоняющую базу И при этом Собирать Пылесосить Просто всю карту Для того чтобы Ты по крайней мере По героям Сильно опережал врага Я исцелю Ага Так Но Я не вижу Дерево Строящегося Умуна Не вижу Он правильно делает Что крепит красную Дерем добьем Нет Доконтролил Молодец Масочка Не совсем хорошая Лучше это медаль Это для панды Сила Инта Все сходится Кстати можно уже Риджу Покидать Маны нет Уже У этого После того как Убил Пристань Проверял Ману Просто убил И все И проверяет Грамотно Архмак С двумя Рифлами Это такой Мобильный Отряд Видите Еще бы С дирижаблем Могли стрелять Проверяет Что базы нет Летает Возвращает Всю армию Назад Очень грамотно Контролирует Ситуацию Весок Винные пары Дыхания Чего 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 Диспол 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 Алло Ну Диспол Ну Что ты Делаешь У тебя Удряды 160 Маны Ты этого Элементаля Второго Забирал Легко Там уже Выход Из лимита Идет Кстати Не очень Обязательный Выход Из лимита Ну Надо ставить базу Я не вижу тут опции Надо брать Веспа Ставить базу О Хорошо 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 Крушение Крушение Упал Дирижабль Упали рифлы Минус один Рифленый Второго чуть-чуть Не добили Слушайте Если такие ошибки Будет сок допускать Мун может догнать Срочно нычку Срочно бежит Висп Это не нычка Вот это нычка На виспа Висп на нычке Мэйдэй Мэйдэй Блэк хок даун Даун Подставляет К сожалению Этих Дрядочек Нужно прокрепиться Нужно подлечиться Поддиспелить Молодец Медведь Не Медведя Не отдать бы На криппинге Не отдать Медведя Да что ты Делаешь Медведь Господи Ну это луна Нестабильна Как 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 Его бьют Полчаса Медведя Этого Да прикопай Иллюзию Унижаю Не поверил Молодец Блин Медведя На криппинге Лучший эльфмир Никогда не говорить хорошего Перед началом игры Никогда Никогда Металфлекс Слушайте У нас что-то беляков много Да Друзья Если вы приходите Регистрируетесь На гг Например с ютуба Решаете Наконец-то в прямые эфиры Погрузиться То Мы будем видеть Что вы на варек У вас белый никнейм будет Сутки И возможно даже Вам Аспирант подарил Один премиум Вам даже Аспирант подарит Прямочок Это подписка на Целый месяц На трансляцию Дает там смайлики Статус в чатике Отключает рекламу В общем Иконочки Много Ну это И поддержка Стримера Конечно же 74 лимита У Соко У Муна Сколько? 58 А было бы 62 Если б Медвеня не отдал И сейчас Нужно каким-то макаром Реагировать На эту угрозу Потому что Ну там Мортиры Ты не можешь просто Стоять и смотреть Как в считанные секунды У тебя здания Ушатывают Но панда Почти пятая Панда Задиспелить элементали Панда будет пятый Диспелль элементали Пятая панда Ух Вины пары Дыхание Мун Где контроль Дриад Где контроль Твой знаменитый Дриад Алхимик Может прожмет Да Инвол вынужден прожать Слушайте Одна пятая Панда После этого Матча У нас А можно Маленькую порцию Сюда Что еще раз Блин Ну Мун играет Мать Да После этой игры Собрались Ребята Пять минут Будет у нас Перерыв После этой игры Короче Мунчанский Держись Держись Если из этой Жесткой ситуации Ты выходишь То потом Сок будет Сломлен Сок будет Выжат Измотан В комнате Жрать нельзя Говорит Селась Ну слушайте Я Я не ел Во-первых Сегодня Не ел Так А где Козлик 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 Почти пятый Козлик Блин Надо вписываться На базу За нашу Козлик А ты нормальный Вообще У тебя все хорошо Персональный телепорт Пошел У козла Мортиры Ополченцы Идут в атаку Очень опасный момент Очень опасный момент Мортиры Проходят Вперед Ой-ой-ой-ой-ой И начинают Базу нам Ломать Ай-яй-яй-яй Не-не-не-не-не-не Защищаете Дерево Не успеет Быстрее Рощу Разоряют Винные пары Начинают Мазать Мортиры Кстати Они не мажут Кажется Никогда Виспы Стараются Но мортиры Давят Нет Роща Дерево Выкапывается Еще винные пары Еще дыхание Свитком Тут же реагирует Грамотно Шреддер Здесь Дерево Сейчас Прям все Кидаются на дерево Дерево Живи Нет Оно умирает Минус телепорт Там минус 3-4 юнита А мейн-то Заканчивается Ладно Не заканчивается Еще 2500 Раз Два Три Четыре Пять Трупов И еще Один седьмой Труп Это дриатки Очень просто Определить По кривым Четырем Ногам Раз Два Три Четыре Бладмейдж Третьим героем МШ нужно Мана Панди Нужна Восстанавливает Мун Базу свою 70 лимитов Соком 60 лимитов Муном Козел Пошел Харасить Вызывал Энтов Панда В это время Непонятно Куда Сбежала Ей нужно Было На мейн Вызываются Энты Убивать Рабочих Вааа МШУ Взял Интересно Не взял Ошибка Нужна Что-то У меня тут Кошачьи волосы Что такое А это на микрофоне Вот Я думаю Где этот волос Вижу периферийным зрением Все пошел Дрейн Двины пары Дыхания Панду надо Ставать Видимо сразу Ну или прикапывать Да прикапывать Мортирка впереди Отдается Минус еще рабочий Панда здесь Прикопка Прикопка Нет не прикопка Панда уходит Где диспол Где дриады Диспол Элементаль Один Элементаль Второе Алло Дыхание Рабочий умирает Еще диспол Элементаль Минус Наполовину Шестая панда Панда Ставается Домой Выпивает Ману Не всю Еще два Муновелла Есть После этого Телепорт Персональный Нужно делать Срочно Ему Тоже 72 Лимита Усока Против 63 Муна Что-то Ровное По-прежнему Все Дыхание Мортирка Подставляется Какая же Панда Жесткая Вообще Никто С ней Ничего Сделать Не может Если до Шестого Шестого Доживем Это будет Просто Бомба Но Надо Дожить Телепорта Нет Ой Под фонтаном Как Мун Использовал Грамотно Позицию Так он же Здесь Все Вылечит И за счет Реджувы И за счет Фонтана В считанные Секунды Правда Здесь Два Светка Лечения Покупает Один Передает Архмагу Нычка Доделывается Мун Зевает Проход Противников На экспант Но здесь Нет Мортир Так что Быстро Не убить Хотя Одна Мортира Есть Диспель У тебя Дриады С дисплом Алло Шахта Отменяется Панда Возвращается Можно Убить Попробовать Этого Ну Ну Есть Бладмейдж Минус Да есть Минус Бладмейдж Это экспа Это все экспа Почти шестой кипер Почти шестая панда Еее Нычка жива Прикапывается рудник Мейн пойдет в центр 77 лимита высоко против 59 уму но но тем не менее герои герои это самая важная часть там нечем перебивать вообще транквилу нечем перебивать транквилу молотка нет все энты идут в атаку типа нахарас но их тут перехватят самих помочь не а банишь не сбивает банишь не сбивает 99 процентов инфа полиморф на герой нельзя овцы у 40 нет ребята вы наркоманы что ли полиморф на героя работал в самом самом начале рока то ли бета-рока вы либо динозавры либо ну басы хекс работает полиморф нет блатный выходит 80 лимита усоко он закупил свитком две штуки 60 уму на 60 но опять же если будет кормить элементалями вот сейчас самая большая ошибка который сок может сделать это вызывать элемов вот если он будет вызывать элемов это все до свидания блин я снова на муна переключился вины пары дыхания мана дрейн не вызывает молодец алхимик грамотный конечно а им шу взял видите пробегает пошла им ша дыхание свиток лечения элементали вызывает вот это рефлекс конечно ну правда дрядки чего они все равно не диспелят нифига с маной умирают блин ну мун ну что ты делаешь то ну еще один свиток лечения минус арчи минус ману панды все забить это 3-0 ну как тут ковырец там 50 лимита уму на осталось 43 зачем здесь дрался почему до сюда не довел почему не диспелит рядами постоянно но он в очень плохой форме шестой конечно этот почти шестая панда элементаль может подарить шестую панду на 6 панда с этой гапши не справится ну вообще как-то дешево столько ошибок базовых а минус архмак что с ними такое сегодня выходите не ну учитывая то что main закончился минус архмак можно выйти на на центральную наверно базу дому он уже и вышел на центральную получается играют один в один не подождите еще не все еще не все 70 лимита на 50 где-то до 52 но есть ультимейты жажда так воровар воровар привет еще один беляк баровар грамотно танкует дрядки а и ульту и панда у пыш пыш погнали тут же телепорт не все телепортируют справа нет телепортировались ну как бы все панда ультанулась проверяй врывается минус шреддер горит у здесь давить нельзя максим там подрезать алтарь да он убивает еще мортир мортира в инвиз могла догореть мортира медведь без формы приходит не надо туда идти уходи уходи не надо не надо не лезь не лезь еще десенты у муна постоянно убивают рабочих не слушайте шансы есть 50 лимита где-то на 70 с небольшим хвостиком 68 уже 68 не 80 разница 18 лимита но сейчас может не хватать денег на свитки но у него по-прежнему два свитка у архмага как аспиран подарил один премиум при премиум спасибо аспиран за примачок черного одного беляка порадовал так на центральную базу надо бороться муну а как бороться чем бороться если там два свитки плюс 20 лимитом на транквил и бороться как иначе нельзя давать эту ничку нельзя давать эту ничку мульчанский ты чего транквилла пошла панда вы куда-то не туда врывается виспов мы не уводим кипер у нас ложится забей это 3 0 просто что это было я лучше пойду есть минус база минус козел минус мун дриад не контролит носок жесткий мун сыграл где-то процентов на не знаю на 30 своих только по стратегии можно его узнать по исполнению никак гега все друзья я вам оставлю под